Я прошу прощения для моего русского, он не безупречен. И надеюсь, что вы меня поймете. Если будет проблема, мы можем перейти на английский, но лучше было бы читать на русском. Мой мини-курс будет, надеюсь, он короткий и я хотел говорить о многих сего и надеюсь, что получается. Значит, читать будем медленно, но быстро-медленно. И я хотел начинать не с текстом, а с иллюстрациями. По-моему, это очень интересная тема, когда изучается культура евреев в Италии и особенно культуру ашкеназских евреев в Италии. Я не знаю, вам известно ли, что в начале в Венеции были почти исключительно ашкеназии. Ашкеназим, значит, они все более-менее происходили из Германии, иммигрировали, особенно из-за проблеми толерантности в Германии. Они стали хуже и хуже с начала реформы, лутерского реформы. И поэтому ядическая культура светила в Италии около столетия. Говорили на идише в Италии, в северном Италии, говорится о, в основном, Венеции и города, которые находятся не очень далеко от Венеции. Верона, Монтова, немножко Феррара. Все эти города имели еврейское общение, где в основном говорили на идише. По крайней мере, в начале XVI века идише было очень важным языком там. Они встретились, конечно, с древними жителями, еврейскими жителями Италии. Но смешение между обоими, между ашкеназием и итальким, происходило хорошо. В общем, известно, что они молились в одной синагоге часто. И, значит, смесь была немножко посложнее, когда сефардиты приходили. Но они все смешились, и все было в порядке. Это книга, которую я вам показываю, это перевод «Тилем», значит, перевод «Салмы». перевод на идише был сделан Эли Левитти, автором, которого я вам представлю потом. Он не сегодня, но завтра, он вообще блестящая фигура Ренессанса и самый интересный человек, по-моему, в этом плане для Ренессанса Италии и идише. Но сейчас мы немножко, я сегодня контекст хочу обсуждать. И контекст это, что у нас, что осталось нам этого времени. Вы знаете, это всегда немножко трудно себе представлять, как жили евреи в прошлом, в прошлом. Потому что у христиане есть много картин, есть искусство, и у евреев эти визуальные памяти не остались. И почти не остались. Если хотите знать, как жили евреи в Польше в 16 веке, это невозможно. Не осталось ни одной картины. Но в Италии как раз дела немножко по-другому. И поэтому я хотел смотреть на несколько вещей, которые мы имеем, и которые можно посмотреть. Это рукопись. Это книга, которая первая, первая, один из самых старших рукописей, который у нас есть, который был написан в Италии. Это цедерношим, это объяснение для женщин, чтобы они имели, как себя вести, чтобы они не дали проблем чистоты. Халава, знаете, это хлеб шабатный. И адлакасанер, это тоже шабатные свечи. Значит, эта книга, это самая важная, самая популярная, которая была опубликована много раз в Италии, потому что женщины были первыми читательницами этой литературы. И мы потом в течение мини-курса вернемся к этой рукописи, потому что там написана очень оригинальная поэма, очень интересная, самая, по-моему, интересная поэма этого времени. И мы изучаем немножко, будем эту поэму анализировать. Это тоже митва с нашим. Вы видите, здесь Венедик написано, значит, Венеция. Они звали эти книги тоже в Хоенбюхлайн, значит, книги женщин. И там даже очень красиво, есть несколько стихов в конце книги, там написано, что в Гемарии, в Талмуде, это очень четко написано, что если женщины и мужчины любят друг друга, у них будут отличные дети. Это важно задать. Этот акцент на любовь, это тоже итальянская штука. Такие стихи попозже не встречал. И это было издано Корнелио Аделькином. Корнелио Аделькином важная фигура в мире печати. Он работал вместе с Бамбергом. Бамбергом – это тот человек из Антверпы, который издал первую Библию. И Корнелио Аделькин, он был, конечно, ашкеназитом. И работал с ним, работал с Лилевитой над Тилимом, которую я вам показывал, и над этой книгой тоже. И это интересная штука, потому что это последняя книга. Это не последняя книга, но есть человек, вы видите, это дата здесь, в 1625 году. И это уже концы, уже не говорили на идише в Италии в это время. И поэтому это наша книга, которая раньше была, но по-интальянски. Это тот же человек, он раньше на идише издал книгу и потом он сам понял, что уже нет публики, и издал книгу «Опять», но на итальянский. Хайлбрун – это фамилия человека. Я хочу сейчас начать с картинами. И хотел начать сначала. Значит, очень наивные картины, которые находятся в рукописи, этот рукописи сейчас в Париже. И это книга «Минхогим», значит, книга «Традиции», книга, где он был написан в 15 веке по ивриту, и потом издана много-много раз на идише. И это рукописи, где эта цифра «Минхогим», это «Традиция Минхогим» или «Обычай», книга «Обычай». И здесь вы видите это. И очень рано мы видим, что есть рисунки над этим. Есть два типа книг, еврейских книг, где иллюстрации появились рано. Это «Агадот», конечно, и это «Минхогим». И оба книга, в оба случая, эти книги важны для семейной жизни и для детей. Потому что вначале знакомиться с обрядами, с еврейской жизнью именно этими книгами. Поэтому здесь вы видите есть «Пурим». Это «Пурим», но надо знать. Но если вы немножко посмотрите поближе, есть какие-то «Грагер», вот эти, которые, чтобы звук крышок, вот, у них есть. И на самом деле, когда рассматриваем эти иллюстрации, они более интересные, чем они здесь считают могилы, здесь женщины сидят, здесь, по-моему, дети, это не очень ясно. Но это очень, конечно, художественное, это не очень высокое искусство, но все-таки это важное свидетельство. Здесь у нас уже издано, уже печатано «Минхао Гим», и вы видите сразу, что у издательских, у тех, которые печатали книги, были эстетичные амбиции, и много из книг, которые были изданы в Италии, они действительно красивые, вы помните, вот такой прекрасный архитектуральный арк, дверь, и здесь есть ангел, ангел небесный, который, чтобы жить как святые, и важно, извините, я потерял, важно не только, что эти книги, но эти книги мы не точно знаем, кто нарисовал все эти фигуры, все эти картины, потому что они используются образовались, но эти имена мы не знаем, мы не нашли эти в книгах в нееврейских книгах, мы не нашли эти картины, но в многих книг найдутся картины, которые тоже в еврейской книге, потому что совсем не были издатели, которые были евреями, все еврейские книги были изданы крестьянами, значит, помощники были крестьяны, но как вы увидите, в Сефер-Миноге есть много свидетельств о всей дневной жизни евреев, и поэтому это, конечно, есть еврейское влияние над художником. Тоже важно заметить, что может быть эти картины, они это случайно немножко изолировано и немножко редко, но они были печатаны, имитировали эти картины 200 лет после этого. В 18 веке еще печатали Миногим с этими иллюстрациями, с этими нарезами, это нарезами? Гравюрами. И они почему я над этим остановился, потому что он в Сефер-Миноге это захор, это молитва, которую читаем до Пурима, это такая молитва против всех соним, всех врагов евреев, и потом использовали эти тоже в книгах против козаков, он козак, он был в 17 все что было зло для евреев, эта картина была использована для этого, и надо заметить, надо себе представить, что это был единственный эстетичный опыт для многих евреев, многих поколений. здесь видим не очень хорошо, но видим, как испекли мацот, потом есть другая, немножко получше, и здесь видим Пурим, у вас есть тоже ридеры, ну, что вам, что, как они вам эти Пурим шпилы, они выглядят как евреи или нет? Не очень, да, ну, мы не особенно знаем, как был костюм Буфони, лейцем у евреев, но скорее всего они были очень похожими тем, что было вокруг, и значит, скорее всего Пурим выглядел так в гетто Венеции, это из Венеции, это из Сефер Миногим 16 17 века в Венеции. Здесь Агада, где очень четко описано Седер Песах, но Седер очень хорошо организован здесь, у вас все молитвы, все обряды, все написано это как комикс, очень просто все следить, все нарисовано, очень четко. И что тоже очень-очень интересно, и мы это увидим тоже в текстах, что жизнь женщин особенно видна из этих картин. Здесь видите написано на юдисе «Ди март ира кистен мит грозен зорген». Она здесь ищет хамец, ищет хлеб, который остался до Песаха. Здесь видим, как она зажигает хамец, здесь она просто моет посуду, здесь у вас есть тарелки, она моет посуду, все очень конкретно. Здесь интересно видеть, что делали женщины, что делали мужчины, мужчины ходили за мукой и купили муку, и потом женщина сама бют по-русски я не знаю, что делаем с мукой, но делаем что-то с мукой, да, чтобы она была вкусной. И потом испекают, пекают мацу и все очень, все видно вообще. есть разные этапы. Они здесь тесто готовят, потом есть такое орудение, чтобы они были плоскими. Там я не уверен, что зачем нужна вот эта вода, но там уже в печь мацу значит есть разные этапы здесь в одной квартире. Это просто это тоже с ферменоги это уже не женщины тоже мужчины они могли с ферменоги было время когда было возможно стричь идти стричься потому что Омер невозможно стричься и он и просто наш художник хотел иллюстрировать ну вот Перекмагарская и вам все эти ну все инструменты которые понадобились это очень интересно посмотреть сблизко все эти детали и другие картины эти картины которые я сейчас вам показываю они что интересно это тоже изображение детей здесь это фрайтер цунад значит эрэф шабес пятнадцатью вечером и там ну свечи а нет это авдолы извините это авдолы это конец субботы и зажигают есть стакан бокал и свечи свечи и дети дети здесь ищут хамец ищут хамец у вас тоже есть детенок под столе он ищет тоже но было важно именно важно что интересно потому что сравнивали все эти иллюстрации в начале не было много детей и потом они добавили дети почти в каждой иллюстрации есть ребенок вот здесь ваш прекрасный капорос когда ну возьмут бедную петуху и крутится и потом убивают жестоко и дети здесь тоже рассматривают с удовольствием и вот наша более мирная картина мама с девушками которые до шабата произносят молитву над свечами вот синагоги имейте это в виду когда мы будем посетить синагогу здесь Ашкенаску и вы увидите я не уверен что здесь я не помню я несколько лет назад там был не помню если есть такая штука где раввин читает но несколько есть это подмодели конечно церкви сделают такие пульпиты и везде везде дети я хотел просто здесь ребенок и как раз он похож на ребенок обычно они как маленькие взрослые но здесь он похож это самый лучший это Минхогим Сефер Минхогим в 1610 году это самая лучшая еврейская книга за иллюстрации которые никогда не были сделаны до революции вот Шофар тоже ребенок здесь смотрит как это делается все сидят с талисами и женщины там тоже они смотрят за окном здесь у вас хасана свадьба и дети держат палки у них ролл везде они держат палки рупи рупи это что это вот это рупа а и все иллюстрации уже все это для вас вот на теме я много всего другого смог сказать о иллюстрации но может быть потом обсудим еще опять этот вопрос сейчас я хотел немножко поговорить о о типе текстов и о типе рукопис которые мы читаем на древнем идиш эти рукописи они разные и они вообще очень богатые есть такие рукописи которые были названы целыми библиотеками потому что в одном рукописи у вас есть биркат амазон сатиры переводы библии все вместе как немножко маленькая библиотека которая можно с собой вести и они были обычно сделаны как подарки для молодой девушки до свадьбы и они взяли эти портативные эти библиотеки с собой к мужу и этот в этом рукописи есть песни которые мы будем и изучать и слушать потому что Аврей будет нам показать музыку в концерте это вы видите там написано это сатира пашквил пашквил эли левити и этот рукопис был написан для маленькой молодой женщины которая умерла очень рано потому что вы может быть знаете что рукописи были такими использовали рукописи чтобы заметить все что отметить все важные события жизни значит мы знаем что она почему она получила когда она родила сын и когда она умерла все написано именно на рукописи и что интересно тоже это это был подарок для молодой женщины вы увидите потом что написано в пашквиле это для нас современных людей это что написано это может шокировать потому что не было те же принятия о достойном и о что можно сказать молодыми женщинами но увидим это попозже это наш а извините я хотел вот и в этой книге в этой рукописи это не то же самое но в таком рукописи у нас есть первый текст который будем читать но я не буду читать я вам учу достаточно с моим русским кто-то будет читать и будем немножко поговорим о тексте это пурим шпил первые тексты которые я принес эти тексты где четко видно как итальянская культура влияла над еврейские тексты значит будем читать и обсуждать этот вопрос кто хочет волонтер кто хочет добровольцы песня была написана для праздника пурим еврейского карнавала в 17 веке этот жанр превратился в пурим шпиль карнавальную театральную пьесу в 1553 году папа Юлий приказывает сжечь талмуд и другие еврейские книги в которых упоминается имя Иисуса Христа пролог песни намекает на эти события пролог после того как за наши грехи святые книги были отняты у нас они попали в руки гоев а лучшие из них были сожжены и у нас не осталось ни одной книги для изучения благочестивые женщины непременно заботятся непрестанно заботятся о том чтобы безошибочно знать что они должны делать каждую секунду и понимать смысл каждого действия они привыкли просить кого-нибудь объяснить им мигилу свиток с историей пурима на арамейском или в любой наших грехов все это впустую наши святые книги превратились в дым я так долго об этом думал что перевел мигилу на немецкий я позаимствовал одну часть из версии таргума на арамейском языке я взял другую часть из гемары это талмуд поскольку я сочинял на хануку зимний праздник света я сделал это так чтобы женщины больше не спрашивали о том как появились ханука и пурим они поймут это тут же прочитав эту книгу я подобрал также красивую мелодию чтобы время чтения не казалось долгим спасибо я уже буду немножко рассказывать это называется пуримшпил но это не что вы думаете это не именно это не пьеса театральная пьеса это достаточно длинная поэма где перерассказывают историю Мегили и вы видите фамилию автора Гумберт из Шебрешина что это Шебрешин по-вашему что вы думаете где это Шебрешин в Польше это в Польше но он был иммигрантом в Венеции и что интересно это что особенно в шестнадцатом веке мир ашкеназитов был очень достаточно свободным и они двигались из Польши к Италии с Италии к Польше обратно были движения мы знаем о рабинах которые изучали в Италии и вернулись в Польшу попозже значит это был открытый мир достаточно и наш Гумберт из Шебрешина мы ничего не знаем кроме того как он был Меламедом что это Меламед вы знаете что это да учитель для маленьких детей он был Меламедом значит это не была очень интеллектуальная профессия но все таки нет ну не забей он учитель для маленьких детей особенно в мире ашкеназитов в Меламеде к сожалению не были очень это не было очень почетной позиции но большинство тех которые написали на идише в это время принадлогали нет да принадлогали к этой категории интеллектуалов которые это тоже не очень красиво но они были как половина интеллектуала они не были гуманистами настоящими как Илья Левита которым он исключение вообще но они все-таки они жили очень трудно мы тоже знаем что им было трудно они были преподавателями для богатых семей особенно для девушек они были они написали рукописи они были софрем что они еще делали они они тоже работали за кегилу за общение общество и все-таки он что очень интересно здесь это только пролог потом мы почитаем немножко текст вы знаете что мегилу пурим это очень для культуры евреев это было тоже исключение можно было делать много вещей которые не делали и поэтому тоже первые пьеси которые у нас у древних евреев были рассуждены против театра вы знаете что сначала театр был связан с идолами с греческими богами и поэтому было трудно сделать театр этот поэм шпел был прочитан во время прочитан или про пели этот пели поэму во время трапезы во время трапезы сидели и был такой шут шут такой лец который считал пел иногда с инструментами иногда группа мог немножко поиграть и из этого первые настоящие пьесы которые у нас есть на идише они были написаны в конце XVII века значит гораздо позже пока у нас только такие поэмы которые известно что считали их и наслаждались во время трапеза что там тоже интересно он нам говорит о что-то немножко трагическом который происходил произошел в Венеции это когда они зажили Тальмуд это мы знаем это точно это был в год в году пятьсот пятьдесят три тысячи пятьсот пятьдесят три был запрет Тальмуда между прочим запрет запрет Тальмуда он был длинный процесс это процесс ситуации евреев стало хуже и хуже во протяжении XVI века в начале было еще неплохо потом первое гетто было в Венеции потом открыли все гетто в остальные города но уже во втором половине века и трудное время началось с этого года 1953 когда запретили Тальмуда значит он опирается на эти события чтобы сказать я хочу дать женщинам способ наслаждаться и понимать что они делают в фуриме это это типа обращения к женщинам повсюду найдется в книгах в поэзии в основном идиш был язык женщин язык но это не означает это не значит что только только женщины использовали пели слушали эти песни но просто для мужчин это не было очень достойная вещь потому что они читают на лошенкойдеш на иврит что они делают с мамой лошен с таким языком но это по когда мы смотрим рассматриваем что там именно в песне это точно не было только для женщина и я вам предлагаю читать дальше два фрагмента кто будет амман наслаждается своим положением но ненавидит мордыхая за непокорность он жалуется своим приближенным он быстро послал за своими друзьями и говорит ну хорошо дайте мне совет просто выслушайте меня я должен похвастаться царь одарил меня очень высоким чином и оказал мне почет и не забыл и моих дочерей подобрал им вельмож подчеркнутые словами это итальянское происхождение подобрал им вельмож один аристократ в Вене другой его телохранитель некоторые песцы при нем а другие охраняют его гарем а один из них живет в Падуе владеет там большим дворцом но все это не имеет для меня никакого значения и хотя я богобоязненный христианин я мучаюсь когда вижу что мордыхай не снимает передо мной шляпу вы видите две интересные вещи во первых географические понятия этих евреев он говорит аристократ в Вене но все немножко это очень еврейский аман на самом деле хотя он говорит что он христиан что это немножко анахронический это тогда христианства не было но все равно и все связано с миром Ашкеназиев Падуа тоже была очень важная важный город для евреев и особенно для ашкеназитов почти только ашкеназиты жили в Падуе мы увидим вот эти связи к городам Италии мы найдем тоже в других поэзиях есть Акедас Ицхок это поэзия о связании Ицхока когда Авром должен дать Богу И в конце этой песни тоже это рукописи написано что есть шаблон в конце песня всегда написано мы ожидаем Мессию он скоро будет и все таки поселяет его Бог но там написано и я надеюсь что он до Кремона и до Венеции дойдет но им будет очень трудно потому что они так плохими и себя ведут ужасно значит есть такие есть много такие маленькие отсылки к жизни Италии в других поэзиях и может быть почитаем дальше царь узнал что Мордыхай спас ему жизнь он приказывает оказать ему почести и велит Аману провести его по городу в царских одеждах объявляя о его заслугах взбираясь на лошадь благородный Мордыхай сказал Аман нагнись Аману пришлось нагнуться Мордыхай встал ему на спину и она захрустела Аман бежал впереди по улицам по узким и широким по сухим и мокрым и не было времени на раздумья он кричал так он кричал так что все люди обращали внимание вот человек который хорошо служит царю когда они подошли к дому Амана его дочь выглянула из окна увидела отца внизу и подбежала думая что Аман едет на лошади а Мордыхай бежит рядом по земле она не узнала их она держала в руке ночной горшок и вылила его на голову своего отца и его крики разнеслись далеко потом она поняла что облила помоями своего отца осознав это она упала и сломала шею и когда все это было закончено Мордыхай вернулся домой и уселся на место усыпанное золой в знак траура и ради спасения евреев Аман поспешил принести домой ужасную вонь он быстро помылся и закричал ой-вей мерзкая история ой-вей какой позор по-моему легко себе представить как можно играть такой роль в общей истории о ночном горшке он в мидраше не придумал наш поэт но видно что наслаждался этой историей и хотел немножко развиваться подробно рассказать хотя это тоже важно он в начале песни в начале может быть это его песни о Хануке вы читали что он тоже писал песни о Хануке и там написано что он не хочет использовать плохими словами он вообще не груб и я думаю что он думал о Эли Левите который не стеснялся использовать плохими словами мы это увидим попозже но плохие слова нет но события не очень благородные тоже нет здесь это был первый пример что здесь особенно итальянский вы может быть себя спрашиваете я сказал бы что итальянский здесь атмосфера и скажем свобода ну свободный дух который чувствуется хотя и он это напоминает были тяжелые времена он написал но это был начало тяжелых временей и он и он у него была традиция такая мы потом это мы начинаем с конца потому что эти тексты были написаны в конце того времени когда ашкенази говорили наидыше это тоже этот текст и тот который мы будем читать сейчас они были написаны уже во втором половине 16 века значит это уже начало-конце идиша в Италии и потом пойдем обратно к начале к Эли Левиты эти тексты вы увидите они отличаются юмором юмор повсюду и тон тон всегда tongue in cheek всегда cum granosali всегда не знаю как по-русски всегда немножко они смешают это всегда так значит я вам предлагаю читать дальше и посмотреть эту книгу эту книгу эту вторую книгу называется кубур кубур это книга коров так можно перевести вы видите как здесь это женский мир у нас есть здесь женщина хорошо она одета и она вообще ну шит не знаю да шивает и ну кубур это книг притч нет притч ли фабли это притч басни это басни да это басни они басни эти басни были мы не знаем кто написал книгу они все они никакой басни здесь оригинальные они все известные или они изопе изопские басни 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 уже по иврите написали эти басни есть тоже такие сказки которые взяты из книга по иврите которая была написана в конце 13 века значит они все известны уже но вы увидите что стиль очень интересный во-первых вот я хотел немножко у нас не было время что я должен дать кредит что все тексты были переведены моим женам жены которые не здесь она с ребенком и я даю кредит для этого я не смог это делать сам и ну мы у нас не было время перевести вот пролог этот пролог но я попробую немножко перевести если будет трудно вы меня помогите кто-то понимает немецкий здесь да нет не знаю здесь что имена написано я здесь хотел читать вот вот это значит чтобы все молодые девушки продали собственные одежды чтобы купить мою книгу с все деньги с бродбаром или гэнс или гэнс стопфен чтобы они сделали деньги с семиспособами или петч хлеб или что фуагру делают это же как делаем фуагру с гэнс это что гус гус и внутри кормлят но очень много кормлят вот он это типа реклама но он называет все женщины чтобы они выиграли много денег чтобы купить интересную и много тоже достаточно моральную книгу он так имеет ввиду но это не так морально вы увидите потом второй пролог есть и он тоже очень интересен потому что он показывает настолько ашкеназии в Италии стали итальянцами они под влиянием и это касается особенно кухня итальянская кухня смешалась с немецкой лидической кухней и вот у нас здесь поэт издатель рассказывает что он делал эту книгу чтобы ему приглашали на свадьбу и дали много много есть и он делает нас он дает нам список этих блюд которые он хочет есть и список очень длинный все это 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 еда значит я не все буду читать но немножко хотел вам процитировать что там было хорошо здесь вот здесь ну кук кэльбер он гайс значит коровы и и быки и все все шов он хин 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 он аллах лайф флейш но все все типы мяса карфен тройте он карпион это это немецкое слово это итальянская слова и это тоже итальянская слова значит разные типы рыб фарсиз локшен макарони локшен вы знаете макарони вы знаете я не перевожу значит это смещение очень ну конкретно чувствуется все все блюда они стали более и более итальянскими и даже немножко потом у вас есть ну моршелетти он марципан моршелетти это ну целая статья писали целую статью это итальянская исследовательница которая написала статью и она все эти блюда идентифицирует она она но она это было трудно но нам осталось такие книги ренессанса где все хорошо описано что ели в Венеции и половина эти они настоящие итальянские блюда давайте мы прочитаем если да осталось 15 минут прочитаем это немножко это не очень длинный это сказка в начале это эта сказка находится в сэфер это не сэфер Мишоли Мишаль Кадмони Мишаль Кадмони и он уже Мишаль Кадмони это это книга это испанская книга которая была написана 13 или в конце даже 12 веке и уже очень очень такой мудрой мудрая книга очень смешная но вы увидите как идейский адаптатор переделал книгу пожилой человек проводит много времени в синагоге пользуясь отсутствием мужа его молодая жена заводит любовника муж ни о чем не догадывается поскольку она умело исполняет роль верной жены однако ее любовник проигрывается в карты и обращается к ней за помощью они решают ограбить мужа и бежать из города тем временем пожилой муж полностью уверен в верности своей супруге и сначала предполагает что та забрала все деньги из дома чтобы помочь бедным невестам достойно выйти замуж знакомый купец видевший беглецов рассказывает обманутому мужу о происшедшем и тот оплакивает свою несчастную судьбу мораль женщины должны вести себя благопристойно а мужчинам не следует увлекаться религией и забывать о семейных делах выдержки из текста в день Роша Шане еврейского инвалидия муж просит жену пойти вместе с ним в синагогу она же ищет предлоги чтобы остаться дома и встретиться с любовником вскоре он встает и зовет свою жену распутницу говоря вставай скорее верная жена и принеси мне праздничную одежду чтобы я быстро оделся и отправился в святую синагогу и ты надень праздничной одежды лисий мех и вуаль надень свою красивую юбку и мы тут же пойдем в синагогу ведь ты слышала что сегодня канун святого Роша Шане нужно три раза произнести слихис и хатану молитвы о прощении грехов не будем терять время пойдем скорее чтобы не пропустить кадиш и борху молитвы жена говорит а кто будет снимать пену с котла кто приглядит за домом скажу вам прямо я не переступлю порог этого дома вы всегда молились за меня вам привычно исполнять эту обязанность это верно как то что я еврейка я всегда говорила вы молитесь за меня а я готовлю вам еду я уверена что лучше мне остаться в моем гнездышке в доме ведь я хочу быть хорошей женой но замечаю что люди в общине обманывают друг друга женщины мне не нравится они притворяются честными делают серьезные лица но когда лето будоражит их они встают рано чтобы пойти в синагогу и каждая рассчитывает повстречаться со своим любовником их заботят только сплетни и флирт это верно как то что я еврейка в синагоге слышна только их болтовня когда они садятся рядом каждый рассказывает о своем любовнике а если ей недостаточно одного то она заводит семь та у которой больше всего любовника входит с гордо поднятой головой словно хочет дотянуться до небес а когда они глядят на мужчин то выбирают одного себе по вкусу а как они назначают с ним свидание именно об этом они думают все время никто из них не ведет себя достойно поэтому я не хочу общаться с ними мой дорогой муж я не хочу вас обманывать я хочу остаться дома я потру сыр для оладьев сделаю тесто на макароны а когда вы вернетесь я скажу добро пожаловать мой господин муж очень обрадовался и сказал моя дорогая верная жена я преклоняюсь перед твоей благопристойностью ты не принадлежишь к числу женщин которые любят пускать пыль в глаза ты очень искренно ты справедливо бичуешь других своими словами хвала тому чье имя я не могу назвать сейчас и кто ясно показал мне твою набожность и наделил тебя столь добрым сердцем принеси мне праздничную свечу я пойду молиться за нас обоих вы видите вы видите что это это в начале ну если мы мы читаем что в машала кабмони в оригинальном тексте все рассказывано ну ситуация такая но деталей нет но есть гораздо меньше деталей здесь все ну всю всю жизнь написано он описывает как она ну должна заботиться о доме как она ну как вещи происходят в синагоге как женщины себя ведут есть ну такие такие упреки можно найти тоже в серьезных книг что женщины себя не очень ведут в синагоге они слишком много болтают есть сэфер миногинг где написано именно так так самой но здесь конечно все внутри сказки которые очень ироничны проблема тоже нашего автора мы не знаем кто кто это но у него есть проблема проблема что он взял сказку из Машала Кадмони который на самом деле это моральная книга Машала Кадмони ты можешь знать Симеон что там есть это очень очень как книга построена это достаточно сложно есть звери рассказывают историю есть звери которые рассказывают историю неморальную и есть звери которые напротив рассказывают моральную значит есть есть такая оппозиция такая внутренние как это противоречия в книге но он наш автор он взял негативную историю он взял негативную это историю которую сатан рассказывает на самом деле в оригинале но он взял эту историю в книге который он хочет представлять как моральная книга которая помогает женщине себя вести хорошо и людей вообще и поэтому морал очень неясна я там вам напишу но мораль на самом деле этой сказки очень длинно цели и сторониться потому что просто автор не мог найти достойную мораль для этой сказки не было возможно но он попробовал сделать что он мог вы видите тоже иллюстрации они интересные мы не знаем другую книгу где эти иллюстрации можно найти эта книга была издана в Вероне значит тоже недалеко от Венеции и даже видно что не только ну издатель себя наслаждался о некорректности истории которые он рассказывает это очень хорошо видно если читаем вот вы видите эту картину где пара в кровати там написано это значит они лягли вместе вместе у него не было штани и у него не было ну skirt да юбки они очень наслаждались бог им накажет для этого это наша моральная итальянская книга